В этом ролике мы рассмотрим с вами как использовать раздел сообщения и как использовать функционал отправки быстрых сообщений. Переходим в этот раздел и здесь мы видим, что категории сообщений у нас нет. И чтобы добавить, кликаем на клавишу добавить категорию и сначала придумываем категорию писем, в которую может входить несколько видов писем. К примеру, первым письмом у нас будет приветствие. Добавить. У вас открывается новое меню, куда мы должны вставить свое сообщение. Добавить сообщение. Название. Ну, например, мы его назовем на ты. То есть обращение на ты. Текст сообщения. Привет. Как дела, к примеру, да? Мы не будем сейчас долго придумывать. Просто как образец. Посмотрим, как это работает. Добавить. И здесь наверху вы видите воронка продаж. То есть мы можем прикрепить ее к какой-то воронке продаж, где она будет, это сообщение будет появляться. А можем обозначить вообще без воронки. То есть оно у нас будет открываться при отправке быстрых сообщений. Независимо от того, в какой воронке мы с вами находимся. Итак, сделаем сейчас без воронки. Добавить. Вот у нас появилось такое сообщение. Также мы можем добавить в эту категорию следующее письмо, например, на вы. Обращение. И тут мы можем написать свое письмо. Доброго дня. Как вы считаете? Ну, то есть с каким-то вопросом, например, обращаемся, да? Мы могли бы с вами познакомиться. Добавляем. И вот вы видите, в категории приветствия у нас есть теперь два письма. Если вы хотите несколько категорий, то есть категорий может быть сколько угодно. Например, поздравления с праздниками, работа с возражениями, да? Работа с возражениями, например. С возражениями. Также добавляем название. Не знаю, как найти клиентов. То есть, если есть возражения, я не знаю, как искать клиентов, на это письмо вы можете ответить. Это очень просто. И дальше излагаете текст какой-то. Тегнейм вы можете использовать, когда хотите обратиться к человеку по имени. Но в данном случае тегнейм будет отображать не имя, а ник человека. И это не совсем, я думаю, правильно. Поэтому его можно использовать в определенных случаях. Итак, добавляем. Давайте теперь посмотрим, как это работает в реальности. Для чего используем плагин Инстадирект, который разработан в нашей компании. Благодаря этому плагину вы сможете вести переписку прямо со своих компьютеров. Кликаем на плагин, который размещается также рядом с поисковой строкой. Заходим в Директ. И пишем письмо. Ну, к примеру, вот нашему директору по связям с общественностью. Там, где нужно вписать сообщение, дважды кликаем. Мы видим, у нас есть два созданных нами раздела. Писем приветствия и работа с возражениями. К примеру, кликаем на приветствие. И вы видите, здесь вот у нас есть на ты обращение и на вы. Выбираем то, которое нам надо. И отправляем. Вот так быстро мы можем воспользоваться любыми формами сообщений на любые какие-то жизненные ситуации. То есть это и поздравления с праздниками, это и приветствия, это и для того, чтобы как-то промотивировать людей. Может быть, пробудить давно уже уснувшие контакты, да, с которыми давно не общались и так далее. Ну, разумеется, что такой функционал многократно облегчает вашу работу и сокращает ваше время на переписке. В следующем нашем ролике мы рассмотрим, как ставить задачи по взаимодействию с вашими потенциальными клиентами. В плагин встроен планировщик с системой напоминаний, что позволит вам не забывать ни про одного своего потенциального клиента. До новых встреч!